В Питере чудесная погода, в какой-то веке, кстати. Птички поют, пух летит, так что если он налетит мне на прическу, не обращайте внимания. А этот выпуск нам надо было, они так называют все эти выпуски ЧТД, что и требовалось доказать, но конкретно этот выпуск надо было прямо начать фразой, что и требовалось доказать, потому что мы в Питере на форуме получили ответы на те самые три вопроса, которые задает вся страна друг другу в троллейбусах, на кухнях, звонят в эфир на радио, ко мне лично подходят на улицы везде, в любом городе, где я бываю, и задают эти три сакраментальные вопросы. Мы получили на них ответы, и это примерно те ответы, о которых мы догадывались, говорили в эфире, и так или иначе представляли, что так оно и будет. Короче говоря, перейдет ли эта война в Европу, перерастет ли она в более масштабный уже совсем международный конфликт. Ответ, ну если вкратце, да. Сейчас объясню почему. Давайте сначала послушаем, что сказал Путин. Он, конечно, не сказал да и не отвечал прямо на этот вопрос, но он отвечал на вопрос по поводу истребителей F-16. Вот как он ответил. Но если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Ну а теперь давайте расшифруем и проанализируем. Истребители F-16 Украине еще не поставлены. Будут ли они поставлены? Конечно, будут. Ответ да. Как были поставлены леопарды, хаймерсы и все остальное, что они просили? Эксперты говорят, что у Украины нет аэродромов, с которых этих истребителей могли бы взлетать. Будут ли они взлетать с аэродромов за пределами Украины? Ответ да. Дальше. Если истребители будут взлетать с аэродромов за пределами Украины, чтобы бомбить наши города, истреблять наши города, наших людей, будем ли мы отвечать, в том числе за пределами Украины? Я услышала ответ президента, как ответ да. Потому что президент сказал, как и где мы будем их поражать. Ну где где? На Украине само собой понятно где. Если так встает вопрос, как и где, значит имеется в виду, что еще где-то. Поэтому я считаю, что на этот первый волнующий всех вопрос ответ да. Хорошо это или плохо? Пока же жизнь приведет ли это к моментальному окончанию конфликта? А я думаю, что этим и кончится. Увидим. В любом случае, ответ судя по всему да. Вопрос второй. Цели и задачи этой спецоперации. Меня всегда удивляет такой вопрос. Мне всегда хочется сказать, вот послушайте, в любом деле, почти в любом деле, цели и задачи зависят от возможностей. Вот хочет человек построить дом. Он хочет себе построить 100-метровый дом? Или он хочет себе построить 200-метровый дом? Он хочет его построить себе где-то в промышленном районе, где дышать нечем? Или хочет себе построить его на берегу Черного моря? Он хочет себе его построить с бассейном или без бассейна? Наверное, это зависит от возможностей, правда? Я всегда привожу в пример. Вот спросили бы Сталина в 41-м году, какие цели и задачи Великой Отечественной войны. Вряд ли бы он сказал, что цели и задачи Великой Отечественной войны дойти до Берлина и создать ГДР впоследствии и весь Восточный блок. Правда? На тот момент целями и задачи Великой Отечественной войны было освободить родину свою. Цели и задачи этой спецоперации, как это не звучит, может быть слишком прагматично, но ведь так оно и есть, они зависят и будут зависеть от возможностей этой спецоперации. Вот что об этом сказал, собственно говоря, президент. Конечно, мы видим, что западные страны предпринимают максимальные усилия для того, чтобы Россия понесла, как они говорят, поражение на поле боя, стратегическое причем поражение. Они делают для этого все, что в их силах. Мы прекрасно это видим. Но мы поставили перед собой определенные задачи, связанные с деноцификацией этих территорий, связанные с демилитаризацией. Военкоры тоже на этой неделе пытали начальника. Понятно, что они его пытали о том, как идет война. Они ему рассказывали то, что им представляется неправильным, где не хватает боеприпасов, где не хватает управления, где еще чего-то. Они делают свою работу, они большие молодцы. Они правильно делают, что они честно рассказывают то, что они считают нужным. Они не зависят ни от кого, не относятся ни к какому ведомству. Они журналисты, подчиняются только своим редакциям, а многие из них вообще никому не подчиняются, работают как журналисты-одиночки. Поэтому они рассказывают правду. И вот они пытали тоже Путина про цели и задачи, и он ответил очень интересным юмором, как он это часто делает. Послушайте. Насколько далеко мы готовы пойти в этот раз? До наших новых границ России или так далеко, как получится? Дмитрий Алексеевич, я это могу сказать только с глазу на глаз. Спасибо. Ну а вообще все будет зависеть от потенциалов, которые сложатся на момент окончания этого так называемого контрнаступления. Вот это ключевой вопрос. Нет планов в выходные? Есть идея. В поселении Дисеновское открыт спортивный парк. Здесь современное поле для игры в футбол. Есть хоккейная коробка, площадки для волейбола и баскетбола. А еще уличные тренажеры и большая воркаут-зона. В парке можно покататься на велосипеде и выйти на пробежку. Понравится здесь и детям. Для них две игровые площадки. Малышам до 7 лет и ребятам постарше. Можно потренировать гибкость и баланс на веревочных препятствиях. Покататься на канатной карусели и качелях. Для любителей экстремальных развлечений есть памп-трек. Еще здесь тихо и уютно. Есть смотровая площадка, откуда открывается красивый вид на реку. Можно пройтись по набережной или устроить пикник. Рады здесь и собакам. Для них предусмотрена специальная площадка. Выбирайте время. Парк работает круглосуточно. Ну и вопрос третий, который задают люди на улицах, на кухнях, в троллейбусах, в эфирах, в блогах и прочее. Почему мы в ответ на пересечение наших красных линий не бомбим банковую, не бомбим центр Киева, не делаем таких знаковых ударов, которые, может быть, не несут особо военного смысла, но несут смысл символический. Такая красивая месть, если месть кому-то кажется красивой. Я христианка, мне понятие мести запрещено. Но как бы иногда не хотелось, все-таки наша религия это запрещает. Так вот, Путин, во-первых, ответил, что удары по гуру, в результате которого то ли был тяжело ранен, то ли не был тяжело ранен Буданов, тот самый Буданов, который руководил терактами против наших лидеров общественного мнения, тот самый Буданов, из-за которого погибла Дарья Дугина, из-за которой погиб Владлен Татарский, чуть не погиб Захар Прилепин, у которого на очереди теперь Володя Соловьев, я, о чем он сам сказал, вот тот самый Буданов, кажется, был тяжело ранен в результате такого самого удара в ответ на пересечение наших красных линий. Ранен он или нет, мы толком не знаем. Факт в том, что после этого удара, который состоялся 29 мая, он нигде не появлялся. Зеленский говорит, что он появлялся на заседании Совета, но Зеленскому кто ж поверит на слово никакого видео или любого другого подтверждения, кроме слов, нам предъявлено не было. Так вот, это первое, что ответочка все-таки есть. А вот почему мы не бомбим банковую, вот как про это ответил Путин. Попробуйте его понять. Это все попытка спровоцировать нас на ответные действия. Ну, послушайте, вот если мы под Киевом уничтожили пять комплексов «Патриот», то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений. Мы не делаем это по ряду соображений. Их много. Я потом вам скажу об этих соображениях. А мне кажется, я знаю эти причины. Я, может, много на себя беру. Мне кажется, я знаю, потому что Путин все-таки, безусловно, считает русских и украинцев одним народом. И поэтому Путин считает Киев своим русским городом, которым он и является, матерью городов русских. И ты не будешь просто так, чтобы отомстить, как какой-то символический показательный удар, бомбить город, прекрасный, красивый город, в котором есть Киево-Печорская лавра, в конце концов. Вот так с легким сердцем его бомбить, просто чтобы кому-то что-то доказать. Если ты считаешь этот город своим, не будешь. И он этого не делает. Потому что Киев наш город. И все, что сейчас разрушается на Украине, разрушается только для того, чтобы война остановилась. Разрушаются их военные возможности. Аэродромы, заводы, прочее, прочее, прочее. Никто не будет бомбить ничего на Украине, уж тем более Киев, мать городов русских. Просто так. Просто потому, что мы обиделись, просто чтобы отомстить, просто чтобы напугать. И я вам скажу, мне это очень нравится. И отсюда мы переходим к тому, что Путин говорил о Зеленском. Мне кажется, он первый раз так жестко о нем говорил. Послушайте. У меня много друзей, евреев с детства. Они говорят, Зеленский не еврей. Это позор еврейского народа. Знаете, у армян есть такое понятие. По-моему, у евреев тоже тысячник. Каждая малая нация, она считает, что она самая крутая, что у нее все самые умные, замечательные люди. И вот у армян говорят, что один на тысячу какой-нибудь идиот, придурок. И это вот, его называют тысячником. Вот Зеленский, он безусловно, такой один на тысячу. Воздвигать памятники человеку, который целью своей жизни считал истребление твоего собственного народа, это надо быть таким мурлом, что мне даже сложно представить, что происходит с его предками в их могилах и на том свете. Но это ему, конечно, на его совести. Послушайте, как Путин рассказывал об этом. Знаете, я читал показания одного урода, да, из числа бандеровцев после войны, где он рассказывал о том, как он сам рассказывал, как, значит, он и же с ним пришли и повели на расстрел еврейскую семью. Ну, знаете, без комка в горле читать невозможно. Значит, мужчина, глава семейства, инвалид, без одной руки, жена его и двое детей, по-моему, 11 и 7 лет, девочки. Они их взяли и повели расстреливать. Вот этот мужчина, да, инвалид, когда выходил, все понимали, что их вот на расстрел. Обнял одной имеющейся у него рукой собаку и заплакал. Они увели и расстреляли детей, девочек 7 и 11 лет. А знаете, почему вот так? Потому что Путин каким-то чудом вообще чужд шовинистической, националистической, не то что идеологии, а даже таких сантиментов. Очень многие люди так или иначе в глубине души или вполне открыто такие чувства испытывают. Не обязательно по отношению ко всем, и народцам, и наверцам, но по отношению к какой-нибудь отдельно взятой нации. Знаете, как в старом анекдоте, я ненавижу расизм и негров. Сейчас меня обвинят в неполиткорректности, но я в суты раз обращаю внимание на то, что в русском языке в слове «негр» нет никакой отрицательной коннотации. А отрицательная коннотация применительно к этносу есть как раз в слове «черный». Меня вот в детстве дразнили «черный», «черножопый», как это было принято по отношению к кавказцам до Путина. Внимание. Так вот и сейчас, даже когда я общаюсь с очень образованными, очень богатыми людьми, людьми, считающими себя элитой, финансовой элитой страны, невероятными коммерсантами, олигархами, у них нет-нет, да и проскочит. Да эти хачи, да эти чурки, да это что-нибудь. Это вот сидит внутри очень многих людей. У Путина этого вообще нет. Вообще. И я прекрасно помню ситуацию в 90-е до него. И в моем родном Краснодарском крае, и во многих других регионах страны. В Краснодарском крае бесконечные конфликты. И стенка на стенку, и разгромы, и погромы. То армяне с казаками, то с адыгами, тоже кто-то. То турки-мирсхитинцы или против турок-мирсхитинцев. Это все было бесконечно. И все вело к тому, что страна поделится на какие-то анклавы, анклавчики, республики, республички. И распадется. Потому что подогреваемое извне, вот это вот псевдонациональное, на самом деле самоубийственное, самоуничтожительное и самоуничижительное шовинистическое чувство, оно все вело к тому. А пришел Путин и сказал «ша!» всем таким настроением. Потому что у Путина обливается кровью сердце, когда он вспоминает о том, как вели на расстрел еврейскую семью. Или любую другую семью. И я вам скажу, я много за что ценю нашего президента. Но вот за это в первую очередь. Может потому, что я сама нацменьшинство, может потому, что как все я нацменьшинство, мы все живем немножко в таком страхе, что а вдруг опять? А вот он пришел и сказал нам «нет, вы полноправные граждане своей страны». В чем я-то никогда не сомневалась. Но многие люди пытались посеять во мне эти сомнения. А он сказал «нет, мы по признаку длины носа, окончания фамилий и цвета волос, никого в нашей стране разделять не будем. Мы не такие, а с теми, кто такие, мы будем воевать и бороться». Нет планов в выходные? Есть идея? Отправляйтесь на прогулку в парк Рассказовка. Это спокойное место понравится и взрослым, и детям. Здесь лес и легко дышать. Можно устроить пикник. Посидеть в тени деревьев на удобной скамейке или на деревянном диване. Побыть в тишине в уютной беседке. Можно просто пройтись по живописным аллеям. Хотите активнее? Тогда выходите на пробежку. Еще можно позаниматься спортом в воркаут-зоне и на уличных тренажерах. Для детей есть площадки с песочницами, игровыми городками и аттракционами. Порадует детвору и большой веревочный парк. Выбирайте время. Парк работает круглосуточно. И, конечно, мне бальзам на душу про бизнес. Но этот бальзам был бы совсем бальзам. Он был бы съедобным питьевым бальзамом, если бы эти слова Владимира Владимировича услышали бы так, как он их говорит. Я напомню, что в прошлом году на пленарке, такой же на форуме, которую я вела, мы говорили с президентом о проверках. И тогда, как мне показалось, у него был немножко другой взгляд. Я просто напомню, позволю себе показать этот эпизод. Но навести порядок с этими правилами, мне кажется, необходимо. Вы такой хороший хирург, Владимир Владимирович, я это знаю, когда вот дойдет и до этого скальпеля рука. Я вам как пример приведу. У нас в прошлом году было 33 проверки. Несмотря на все вот эти запреты, 33. И некоторые, то, с чем они приходят, просто смеяться или плакать не знаешь. Я не жалуюсь к тому, что, понимаете, как к людям-то приходят. Если бы не было этой административной гильотины, о которой говорил еще Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи президентом, у вас было бы не 33 проверки, а 133. Очень может быть. Охотно верю. Так бы и было. Поэтому все-таки эта гильотина работает. Огромное количество там тысячи устаревших правил отменены. Здесь, Маргарита, вы не правы. Они отменены реально. И не действуют. Я уверен, если бы мы дали возможность находящимся в зале представителям бизнеса сказать об этом, они нашли бы, сформулировали подтверждение по тому, о чем я сейчас сказал. И мы много общались с бизнесом по этому поводу. И все говорили о том, что, ну, послушайте, ну, хорошо, но не приходит больше санэпидстанция, зато теперь приходят люди в погонах. А люди в погонах, они пострашнее, чем санэпидстанция. С точки зрения последствий и для бизнеса, и для этого человека, вообще для его жизни. Да, одно дело на тебя кончишь трафик на ложе, другое дело тебя вообще закроют. И ты в СИЗО посидишь пару лет, пока будут разбираться, прав ты или виновата. Потом выяснится, что, а, ничего страшного, ну, выпустят, ну, жизнь-то твоя уже сломана. И меня поразило, что Путин об этом прямо сказал. Проверок, говорим, не будет, а на практике оказывается, что будет, только называется по-другому, и другие люди приходят. И вот это вот ожидаемое, то, о чем мы говорим годами, годами, кто бы нас уже наконец-то услышал, что, послушайте, если человек выходит просто на улицу погулять, на него же не набрасываются сразу проверять, а вдруг у него с собой наркотики, а вдруг у него с собой пистолет, а вдруг он замышляет преступление какое-то, ограбление, изнасилование. Потому что есть презумпция невиновности частного лица. Почему у нас действует презумпция виновности бизнеса? Почему, если ты открыл любую лавочку, ларек, ты априори виноват, тебе нужно приходить, тебя кошмарить, не давать тебе работать, тебе пугать, чтобы ты просто не хотел заниматься бизнесом в своей стране? Ну, ведь если это не что-то очень опасное, зачем это вообще проверять? И ровно это сказал президент. Во-первых, считаю, если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять. Я, к сожалению, совсем не уверена, что эти слова услышат. Более того, я уверена, что их не услышат, по крайней мере, в том объеме, в котором это имеет в виду президент. Ну, хоть по чуть-чуть, хоть по чуть-чуть. Не знаю, я не очень понимаю, как будут возвращаться капиталы в страну, как мы будем еще больше развивать, процветать, развивать коммерцию, бизнес, деловую активность. Если у нас любой человек в любых погонах абсолютно без оснований, по надуманным, по выдуманным основаниям, по основаниям, которые всегда найдутся, всегда чего-нибудь да найдется. В 91-м году там вас здесь не стояло. Можешь прийти и разрушить это все. И не просто разрушить все, отобрать деньги, отобрать бизнес, а посадить человека в тюрьму, и ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь. Это страшно, но, к сожалению, это так. И все люди у нас в стране, которые занимаются коммерцией, они живут в этом страхе. А вдруг завтра чего? Вне зависимости от того, напортачил ты сам или нет, надо будет, найдут. Вот это надо менять. Вот это надо менять. И срочно менять. И только тогда у нас получится выполнить то самое пожелание президента, которым он закончил Питерский форум. И я присоединяюсь. Что бы вы хотели сказать не только тем, кто сидит в этом зале, но и более широко к многомиллионной, может быть, многомиллиардной аудитории, которая следит за вашими выступлениями? Будьте здоровыми и богатыми. Не знаете, чем заняться в выходные? Отправляйтесь на прогулку в яркий парк Пыхтина. Здесь несколько детских площадок, большой игровой комплекс в виде подводной лодки и маяка, веревочные препятствия для тренировки гибкости и баланса, трубы и горки, а еще много разных качелей. В парке можно отдохнуть всей семьей, устроить пикник, посидеть на берегу пруда на деревянных диванах или на лавочках с перголами, пройтись по дорожкам и мостикам или постоять на причале. Здесь есть все для спорта, велодорожки, воркаут-зона, гимнастический комплекс, уличные тренажеры, а еще можно поиграть в баскетбол и настольный теннис. Выбирайтесь на свежий воздух. Парк открыт круглосуточно.